Для чего же был построен такой красивый павильон Грот? Тут история как бы необычная произошла. Так, оденьте меня, я пошла плавать. Ребята, это женский юмор называется. Графиня Шереметьева в таком платье пышном. А за ней бежит граф. Ой, да какой же ты красивый позируешь. Да какой же ты красавчик. Алена, про меня. Всем привет! Вы на канале прогулки с Аленой. И сегодня мы приехали в усадьбу Кускова. Это усадьба 300. Это в течение 300 лет примерно принадлежала роду Шереметьеву. Без мягкого знака. Усадьба семьи Шереметьевых строилась для праздников и увеселений. Это была летняя резиденция. Поэтому во дворце в основном отопления центрального нет. И даже сейчас. Представляете, как здесь зимой холодно. Мы сейчас спускаемся по лесенке. Это называется швейцарский домик. Здесь несколько домиков тематических. Например, еще есть домик голландский. Мы сейчас его увидим. Архитектура, которая сохранилась, она практически вся к 18 веку относится. Так, и заблудиться можно в скверах. Усадьба огромная. Тут много гектар. Дворец находится на водоеме. И к каждому строению подходит небольшой канальчик, гавань. Наверное, можно было на лодочке подплывать. А вот и голландский домик. Да, это даже есть. Да, это постройки 1749 год. Вот это да. Да? Мы никак не могли понять, чем так вкусно пахнет здесь, около голландского домика. Оказывается, во дворе цветут гиацинты. Представляете, какой запах яркий у гиацинтов? Вот там их столько. Это павильон Эрмитаж, как мы прочитали. У рода Шереметьевых в Москве была не одна усадьба, не только Кускова. Как минимум, я знаю еще усадьбу Одинцова. Но эта усадьба именно была для увеселения, для балов. Мы сейчас были во дворце и видели комнату для танца. Это самая огромная комната дворца. Там в зеркалах, все в зеркалах со всех сторон. И паркет называется танцевальный. Там рисунок передает рисунок танца. Вот так кружать. Это при том, что в этом дворце зимой никто не жил и никто сюда не приезжал. Только летом. Вы понимаете, какое короткое лето в Москве? Отопления просто не было. Не было просто отопления. Это оказалось зданием камерной оранжереи. Или, другими словами, портретной галереи, которую собирал лично граф Шереметьев. Не удержалась и пошла на яблони посмотреть. На риск. Представляете, это же яблони, наверное, со времен графа Шереметьева. Так долго не живут. Представители. Да ладно. Известна необычная история любви графа Шереметьева, Николая Шереметьева, с крепостной христианкой. Крепостная христианка была непростая, очень талантливая. Ее взяли в театр, который устроили здесь. Она воспитывалась одной из представительниц рода Шереметьевых с детства. И та научила ее языкам, этикету. Одним словом, избранница графа Шереметьева была не только талантлива, но и хорошо воспитана. Звали избранницу графа Шереметьева Прасковья Жемчугова. Жемчугова это был, естественно, творческий псевдоним. А в детстве ее звали Параша. Ай да молодец! Что? Ай да молодец! Ой, да какой же ты красивый позируешь! Да какой же ты красавчик! Он ножками ножками. Ай да молодец! Ура! Ай да молодецик! Он поплазировал, спасибо ему! Это Алена про меня. А сейчас мы приближаемся к очень интересному павильону, который называется Грот. Граф влюбился в свою крепостную крестьянку. Тут история как бы необычная произошла. Он стал с ней сначала жить, а потом они обвенчались. Он ее очень сильно любил. Такая взаимная любовь. Но и жили они в общем-то в согласии и в любви несколько лет. Потом у них родился ребенок. И внезапно Прасковья Жемчугова умерла. В таких историях почему-то всегда вот как-то не бывает хороших концов. Я не знаю почему. Я когда начала рассказывать эту историю Игорю, он сразу говорит, отравили. Такая версия тоже есть в источниках. Но есть и другие версии. Набрели на очередной павильон итальянский дворик. Но сейчас он закрыт, к сожалению. Да, много закрытых павильонов. Но, честно говоря, охватить все это сложно за один день. Не подготовленный человек. Интересно, что это такое? Ой, правда, я не знаю. Мне кажется, что здесь это кабинки для переодеваний. И выходили, и сюда купались. Ну, конечно, менажерей для содержания водоплавающих птиц. Кабинки для переодеваний. То есть это кабинки для птиц? Да, для водоплавающих птиц. То есть каждая кабинка отдельно птицы? Да. Так, оденьте меня. Я пошла плавать. И она такая идет, выходит из этого домика. Ребята, это женский юмор называется. Начали кормить одну утку. Тут целая бригада. Для чего же был построен такой красивый павильон-гроб? В одном месте я встретила, что он был построен для того, чтобы крыться от солнца в знойный день. Потому что это же летняя резиденция. Очевидно, что здесь летом гуляли по парку. И вдруг случается жара. Хоп, зашли в гротик. Бывают же естественные гроты. И там мы как раз скрываемся от солнечных ночей. А это вот грот такой помпезный, праздничный. Друзья, вот перед вами схема этой богатейшей усадьбы. И видно, сколько же тут было всего построено. Домики для птиц. Итальянский павильон, голландский павильон. Огромный дворец, церковь. Что мы еще увидели? А, вольер для птиц. Дерево дуб. А, дерево дуб опять же. Сейчас скажете я. А, кроме того, были специальные картинные галереи, оранжереи. Шикарнейшая, богатейшая усадьба. Думала, самая богатая усадьба, это усадьба графа Францова в Ялте. Ну, из тех, где я была. А оказалось, что вот пока вот это, да. Грот Шереметьев был реально очень богат. Вот подобный объем у дуба я видела в одном месте, только в селе Конь-Колодець Липецкой области. Вот там действительно было так. А, еще у нас есть в Воронежской области. Там больше. В графском заповеднике 400-летний дуб, да. Ну, я думаю, что этому дубу 400 лет. Пишите, кто знает, сколько дубу лет. Я думаю, что 400 точно есть. Я думаю, лет 300. 400. Стоп, подзарядимся. Мы находимся в самой центральной части этого парка. Наверное, это называется какой-нибудь регулярный английский парк. Классический. Где четкие формы прямые. Четкие дорожки. Мне, конечно, больше всего поразили вот эти живые изгороди. Очень здорово смотрятся. И реально через них не пройти. И так, фасадная часть, парадная часть дворца. Здесь мы будем говорить мало, потому что ветер просто наслаждается этим прекрасным путем. Представьте, что сбегала такая красивая-красивая рафиня Шереметьева в таком платье пышном. А за ней бежит графню. А за ней бежит графню. Здесь мы начали свою экскурсию. Здесь же мы ее и заканчиваем. Точнее, больше это можно назвать прогулкой, а не экскурсией. Обязательно берите экскурсию внутри дворца. Вам советуем. Не забывайте про лайки, подписываться на канал. Всем пока, удачи!